Фразу «не все герои носят плащи» вполне уместно сказать про Михаила Юрьевича Итыгилова, специалиста с большим опытом и главного врача 4-й городской больницы. Его специальность – реаниматолог-анестезиолог, который он выбрал, четко понимая, с чем ему придется столкнуться в работе. Мотивация далеко от нематериальной, какая-то мотивация и так далее. Это удовлетворение от того, что ты действительно помогаешь людям, тебе удалось вылечить какой-то медуг, заболевание. Ты смотришь, ребенок побежал, пожилой, ему стало легче и так далее. И все-таки удовлетворение от этого большое. На счету Михаила Юрьевича множество спасенных жизней и благодарных пациентов. Каждый случай оставил в его памяти нестираемый след и приносил молодому врачу еще больше желания спасать людей. Было интересно. И кардиостимулятор оставили, и временные, и постоянные. Разные вещи были. Я помню, как в кардиореанимации БСМП мы работали. Один мужчина 40 раз за ночь остановился. Но это была сердечная остановка в виде устойчивого нарушения ритма. Мы 40 раз его дофибриллятором стреляли. И в итоге он потом выжил, все понятно, и он потом из года в год дарил мне полотенцем. Не раз он сопровождал пациентов с санавиацией и возил тяжело больных из отдаленных районов. В должности руководителя городской больницы номер 4 Михаил Итыгилов пришел как раз в то время, когда в Бурятии бушевал ковид. И в самые трудные моменты он находился в красной зоне рядом со своими сотрудниками и пациентами. Когда первых пациентов вместе с персоналом закрыли, у всех был такой страх. Мы их как будто в космос отправляли. Работа была и гнудительная. Там уже больше было такого в хорошем понимании драйва. И от нас больше зависело как от организаторов. То есть обеспечить лекарствами, обеспечить пессородом, аппаратами, машинами и так далее. Мой опыт был ценен, что я заходил как администратор и как врач. То есть многие вопросы, которые я изнутри видел, уже приходя как замом, пытался уже решить. И это было подспорье для тех, кто оставался там в зоне красной. Сегодня Михаил Итыгилов не только руководит поликлиникой, совершенствуя ее, но и работая с молодежью. По его инициативе в Бурятии с 2014 года регулярно раз в два года проводится Байкальский форум. Я думаю, с точки зрения медицинских молодежных мероприятий, это самое большое. Во-первых, молодежные мы единственные, кто проводим в России. Потому что это дело важное и надо, чтобы его развали молодые, учились управлять, учились организовывать, проявлять инициативу. Субтитры создавал DimaTorzok